Проверить состояние костной системы, ткани, сосуды и внутренние органы. Обследоваться на рентген в третью поликлинику ежедневно приходит около 300 человек. Аппарат, с помощью которого выявляют патологии, давно устарел, хотя с работы еще справляется. Но дожидаться его выхода из строя не стали. Медучреждение, которое обслуживает несколько десятков тысяч пациентов, получило новое современное оборудование. Обличает работу и врача, и лаборанта. Не требуется дополнительных средств для проявления пленочки. Все это в цифровом режиме, передается на компьютер сначала лаборанта, потом врача. И врач описывает, и в этот же день пациент получает результат готовый. Кроме рентгеновского аппарата, поликлиника получила и новый цифровой флюограф. По словам врачей, его установят в ближайшие дни. А вот рентген уже работает, правда, пока в тестовом режиме. К слову, по федеральной программе модернизации первичного звена, поликлиника уже получала современные аппараты. В прошлом году мы, например, получили эндоскопический эндоскоп, это ФГДС, смотреть желудок, то есть современное оборудование. В прошлом же году мы получили, нет, год назад получили УЗИ-аппарат для женской консультации. Планируем, ожидаем получения УЗИ-аппарата для общего кабинета, то есть соматического, как мы называем. На каждую единицу техники федеральный бюджет выделил порядка 10 миллионов рублей. Край профинансировал ремонт кабинетов для их установки. Они должны соответствовать радиационным и санопитребованиям. Обновления успели оценить пациенты. Стало очень чисто, светло, коридоры светлые, все очень хорошо, мне нравится. А оборудование, то, что рентгена касается, тут тоже, мне кажется, это небо и земля. Ну, может быть, и не небо, и земля, но чувствуется, что разница есть в оборудовании. Всего по проекту обновления поликлиник и больниц регион закупит 47 современных диагностических аппаратов – рентген, томографов и мамографов. По словам врачей, такие перемены позволят значительно облегчить их работу и повысить качество обследования, что особенно важно в период пандемии. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком.